Кировский фольклорный коллектив «Слобода» вернулся с международного фестиваля «Саммерфест». Он проходил в Венгрии и собрал коллективы из 19 стран мира. Своими впечатлениями кировские артисты поделились с Анастасией Вайналович. Фестиваль проходил сразу в трех городах близ Будапешта. Россию на нем представляли два коллектива – дагестанский и кировский. Создатели «Слободы» Ирина и Владимир Халманских говорят, что выступали каждый день. Для фестиваля они подготовили две программы – пятиминутную и получасовую – с песнями и танцами народов Севера России. Приходилось, конечно, работать в тяжелых условиях, сразу скажу, потому что температура воздуха была 40-42 градуса. И здесь были и шествия, и были концерты. Но вечером, если для сравнения, было 28 градусов. Фестиваль проводился уже в 18-й раз, был многочисленным по количеству и участников, и зрителей. Встречали хорошо. Каждый день фестиваля был наполнен событиями. Были площадки, где мы могли пообщаться со всеми желающими, и с участниками коллективов, и с жителями этого города. Когда мы могли показать свои танцевальные шаги, танцевальные па. То есть, чтобы попробовать, я бы могла попробовать, как венгерский танец, что они там ногами делают, греческий. Ну, то есть, всех коллективов. Хочу, иду и пробую. И, в общем-то, на мой взгляд, получилось это здорово, зажигательно. Ребята наши не простаивали, буквально они попробовали все. Попробовали все, под по спине просто градом вот так бежал. Но до конца там выстояли. И это, правда, очень большой, сильно объединяющий момент. Был собран оркестр со всех коллективов, были музыканты собраны. И буквально в течение часа репетиций мы выучили венгерскую музыку, называется «Ракоцци марш». И вот это произведение было представлено оркестром уже на закрытии. Участницу «Слободы» Наталью Исупову часто называют дочкой халманских. Она уже привыкла. Да и Ирина с Владимиром тоже. Наталья рассказывает, что самыми запоминающимися моментами стали три события фестиваля. Первое открытие – знакомство с другими коллективами на речной прогулке по Дунаю. А также… Когда мы на открытии стояли под гимн своей России, своей страны. Вот тоже такое яркое впечатление. Ну и, естественно, это уже в конце. Такая немножко нотка грусти была, когда мы садили дерево дружбы. Уже все заканчивался фестиваль. Трудно передать всю полноту впечатлений участников от фестиваля. Запомнилась в Венгрии и Слобода. Теперь своим творчеством артисты продолжат радовать кировчан. Анастасия Войнолович, Денис Тружков, Вести, Кировская область. Анастасия Войнолович, Денис Тружков, Вести, Кировская область. Анастасия Войнолович, Денис Тружков, Вести, Кировская область.